спасибо большое для меня большая честь и с вами беседовать и я первый человек из молдовы который берет у вас интервью двойная честь и для меня для тех кто не знает вы приятно будете удивиться когда узнаете все достижения этого человека скромного человека и я очень рад тому что вы откликнулись на наше предложение взять у вас интервью я прочитал в вашей биографии заметил вы родились в кишиневе в каком секторе вы жили когда я родилась когда я была маленькая на куйбышева 9 это было на скулянке правильно а потом когда мне уже было 12 лет мы жили на байканах мы жили на свободе это что там было рядом там был рядом кинотеатр мне кажется и кафе жемчужина и и мороженое что вы вспоминаете когда слышите слова кишинев кроме мороженого да я помню парки и помню парки которые были два парка в центре города я помню ботанический сад и помню деревья мою школу я никогда не вернулась после этого в кишинев но мне осталось очень много памяти и и меня стали старые фотографии на которые я смотрю так что те времена моя школа я ходила во вторую школу которая была в центре города и я сделал первый год в кишиневском университете и поэтому я много ходила в центре города и до тех пор помню все эти разные части города и они остались у меня в памяти я помню недавно я видела фотографии того что когда-то называлась комсомольским озером я не знаю как сейчас называется воля мороз и и на билет совершенно по-другому чем я его помню его никогда мы закончили школу мы после выпускного вечера пошли туда комсомольское озеро и и когда я посмотрел фотографию полностью поменялся сейчас так что и то что я помню и то что сейчас происходит это две разные вещи приглашаем потому что он хорошо и скажем так брали за архитектуру брали за ремонт чем занимались ваши родители и бабушка и дедушка здесь в тишине ведь они жили полноценной жизни здесь моя мама работала на заводе вычислительной техники наработала экономистом и мой папа работал связано со связи к тем временем устанавливали телефон и он был связан с этим насколько я сейчас понимаю и я помню что моя бабушка работал в центральном банке так что я ее навещала помню то большое здание в которое приходила ее навещать и дедушка у меня работал в легкой промышленности один из дедушек вы учились во второй школе в центре что вспоминаете школе парты методы образования потому что вы потом учились в других местах и чем отличается система преподавания какой сейчас номер у этой школы еще 2 вторая школа она была рядом с политехническим институтом рядом там напротив был я помню вы знаете какой школе я говорю я сейчас найду мне кажется пушкина она была школа пушкина она находилась там напротив нее был какой-то вина там производили коньяк или вино какое-то предприятие напротив него был скорее всего это лицей пушкина да я там училась с первого по десятый класс и давай сильный лицей там приходила даже про про правночка самого пушкина и навещала этот лицей у вас остались какие-то родственники друзья с кем контактируете мы были последние все семьи которые уехали поэтому все вся семья находится или в израиле или в америке и так как мы уехали в те времена пока еще не было социальных связей не было почты и всего того что сейчас есть я не связи не с тем кто и кто остался мне кажется что нужно в школе которая сейчас была русской большинство моих одноклассников уехали в разные места так что я совершенно никого не знаю из тех кто остался мне очень жалко потому что нет они не интересно что с ними произошло но я думаю сейчас не очень легко их найти и потому что я поменяла свою фамилию когда вышла замуж так что меня тоже нелегко найти поэтому мы поставим это видео на сайт у этого сайта один из самых больших в молдове свыше 150 тысяч подписчиков это для молдавских меркам это большой и я уверен что вас найдут уже после после этого после этого вы покинули кишню когда вам было 20 насколько да вы учились вы учились техническом университете один года я училась в университете я училась на математике в университете государственного но я уверен что вам поставят почетную грамоту и никогда не были в тишневе это тоже когда я переехала и закончила там первую вторую степень и потом переехала в америку учиться на докторат и когда особенно ты только студенты у тебя только я в то время которое у меня было когда они не летела на конференции я всегда возвращалась домой к своим родителям бедра и поэтому в основном я приводила к бабушке и дедушке в израиль и как-то мне никогда не вышло приехать приехать обратно я была когда я уже была профессором пойти я была москве и санкт-петербурге по делам и войти я практически верю что если вы скажете что готовы приехать и вас примут даже в академии наук вас выслушать потому что чем вы занимаетесь это за гранью мое почтение что вы помните о молдавской кухне или праздниках народных я помню а я очень многие блюда с тех пор когда я жила в молдавии у меня была другая диета чем сейчас я тех пор когда мы уехали я перестала есть мясо и может быть лет 7 или 8 назад я перестала есть молочное поэтому у меня очень другая диета но я помню много разных блюд которые я нигде и в других местах не ела я иногда пытаюсь их сделать например там эти жареные перцы и баклажаны все это я хорошо помню я не могу здесь найти в бостоне я помню мамалыгу и другие вещи когда у меня уже сейчас у меня нет студентов из молдавии на меня есть студенты из румынии так что иногда похожие блюда я немножко вижу тот же стиль когда они иногда меня приглашают я могу посмотреть на это напоминает вы учились в университете бен-гурьон в неделе там у вас и первая степень и вторая степень и вызовы вы хотели решать когда вызову человечество решили взяться за этот факультет когда я приехала в израиль я начала учиться я продолжу учиться математикой поэтому я добавила туда программирование и где-то на второй степени я начала работать на русском artificial intelligence машинами искусственный интеллект я начала работать немножко на искусственном интеллекте и после этого я это начало потому что и причина по которой я начал это была часть моей для того чтобы получить вторую степень тоже написать диссертацию и это была одна из областей которые меня интересовало и начала работать и я написала статью и потому эта статья получила некоторое внимание и тогда меня пригласили делать докторат в колумбии в нью-йорке и так я начала и потом я приехала делать докторат и я сделала докторат я должна была возвращаться в израиль и у меня уже была работа в израиле но вот у меня пригласили стать профессором MIT, это Massachusetts Institute of Technology, и с 2003 года я здесь в том же самом месте нахожусь, это мой офис. А когда вы приехали в Колумбия университет, вы видели себя дальше, после этой учебы, вы видели себя, что будете работать в частном секторе или в университете преподаванием? Я всегда хотела идти в университет, потому что я хотела делать исследования, поэтому я хотела остаться в университете, и я даже не думаю, что я помню, вот одна из вещей, которую я помню о Кишиневском университете, там в основном работа профессоров была преподавать в американских университетах. В основном твоя работа — это делать исследования, мы преподаем три часа в неделю, две лекции по полтора часа, но в основном всё своё время ты работаешь, у меня большая исследовательская группа, и я работаю со своей группой, но я и преподаю тоже немножко. В этом разница, что мне кажется, в Молдавии, и то, что я видела, когда я была в Москве и в Санкт-Петербурге, в основном исследования делают в этих исследовательских институтах или в Академии наук в Америке, исследования делают в университете, в самом университете. Поэтому ты можешь делать совершенно новые вещи и работать вместе с многими организациями, которые не университет, вместе с ними делать исследования, и у тебя есть очень много свободы исследовать вопросы, которые тебя интересуют. Нам всем интересно. Скажите, пожалуйста, как выглядит день у человека, который занимается наукой в MIT? Какие процессы, как выдаются задания, как проверяется, как взаимодействует со студентами? Напишите, пожалуйста. Окей. Когда я прихожу в MIT, профессор, ты сам себе сделаешь свое расписание, когда ты хочешь прийти. Иногда я работаю утром в университете, я иду в кафе, и когда мне нужно писать, я пишу в кафе, потому что меня никто не отвлекает. Я просто сижу и пишу, так что я могу прийти в часов 10 или 11, иногда я прихожу очень рано, в зависимости от того, какие у меня встречи. Обычно я оставляю утром, или я пишу, или я читаю статьи, в которых я должна сосредоточиться, и мне нужна тишина. Когда я прихожу уже, когда я заканчиваю, это я обычно встаю очень рано, я встаю в 5 часов утра, в 4-5 часов утра, и после того, что я бегаю, я бегаю каждое утро, после этого я начинаю, я думаю, делаю часть работы, и потом я продолжаю писать или где-нибудь в кафе, или я прихожу в свой офис и пишу. И начинаю с часов 11, у меня начинаются встречи. Часть встреч, я продолжаю делать свои исследования, встречаюсь со своими докторантами, со своими студентами, которые готовятся, которые работают над своими диссертациями, вместе работаем. Часть встречи связана с студентами, которые, я сказал, я преподаю один класс, так иногда, может быть, они приходят, я не знаю, как это говорят, undergraduate students, студенты, которые на первую степень, иногда они приходят, у меня есть, как бы, я отвечаю на вопросы, у меня есть такое время, когда они могут прийти, ответить на вопросы, но я делаю очень много с разными компаниями, в основном, работаю много с компаниями фармацевтическими, которые делают лекарства, я работаю много с врачами, и поэтому у меня есть встречи с ними, и иногда у меня есть встречи, потому что в Америке ты должен, как бы, приносить фандинг, как говорят фандинг, ресурсы, чтобы ты мог, ресурсы, чтобы ты мог платить своей группе, я встречаюсь с теми организациями, которые платят за работу, поэтому где-то с 11 до 4-5 я занята на встречах, и я обычно каждый день я даю какое-то выступление почти каждый день разным организациями или другим университетам, и потом после 5-6 я возвращаюсь домой, я провожу время со своим сыном, и потом вечером, когда он, он уже большой, поэтому может или делать свои уроки, или же он читает, я могу вернуться в своей работе и закончить имейл и все другие вещи, которые я не закончила. Если я правильно понял, вы обучались первоначально информатике, но после 14-го года вы уже взялись из-за онкологии, технологии, и кемии, я правильно понял, да? Да, то, что я работала до этого, я все время работала над алгоритмами, которые делают искусственного интеллекта, но до 14-го года я в основном применяла их для систем, которые как бы понимают текст, так как, машин транслейшн, перевод, перевод, автоматический перевод и другие вещи. Но после 14-го года я стала работать, я тоже делала алгоритмы, но просто для, как бы, для того, чтобы мог произвести молекулы для разных лекарств или молекул для новых материалов. И я тоже работаю над, как взять даты пациентов и сделать прогнозы, как они будут отвечать на какое-нибудь лечение. Поэтому это те же самые алгоритмы, это новый алгоритм, но это, знаешь, та же область, но просто я применяю их другим вопросом. У нас есть много вопросов от людей, которые нам писали, были по поводу искусственного интеллекта. Потому что в 84-м году вышел такой фильм «Терминато», где машины получили искусственный интеллект, и хотя прошли почти 40 лет, люди понимают, что искусственный интеллект как-то может получить сознание и брать решение сам, не думая о воле человека. Объясните, пожалуйста, простыми языками, как можно понять, что у искусственного интеллекта появляется сознание, или это по-другому работает? Я никогда не думала, что у искусственного интеллекта появляется сознание. Это то же самое, когда есть калькуляторы, эти старые калькуляторы, не те, которые у нас на телефоне, а вот самые простые, которые были у нас в школе. Ты мог там написать, и они тебе возьмут и умножат числа, которые мы бы никогда бы не смогли умножить в нашей голове, и они делали тебе это умножение или деление. И это не то, что там был какой-то особенный ум, там просто был метод, по которому они могли это делать. То же самое, когда смотришь в тех областях, где искусственный интеллект работает хорошо, например, та же самая machine translation, или speech recognition, опознавание звука. Или когда у нас есть, когда сейчас на всех этих новых телефонах, уже не такие новые, где могут опознать свое лицо, это специально, эти машины им дали очень много, например, для того, чтобы делать перевод. Эти машины им дали не миллион, это сотни миллионов, если не больше пар, например, на английском и французском. Из этих пар, это статистическая модель, которая работает и объясняет, как слова с одного языка должны быть переведены на другой. И то, что отличает сегодняшний перевод, который работает, который все делают с тем, что было 20 лет тому назад, это просто лучшие алгоритмы. И не то, что оно там понимает язык, оно не понимает язык, оно просто учит, как взять какой-нибудь... Соединение? Паттерн, я думаю, что это... Ну, можно сказать, соединение, да. Паттерн, это паттерн... Это как бы... Он как бы учит какие-то корреляции, и он как бы делает эти корреляции, этими корреляциями, оно может делать перевод. Поэтому его не учат, он может... Система когола, которая делает перевод, она прекрасно делает перевод, но если ее спросишь, что-то другое делать, оно не будет знать. Но с другой стороны, если ты его научишь делать, то очень... узкое задание, очень специфическое задание, тогда оно его сделает. То, что мы видим там, где эти алгоритмы работают, это когда они работают над очень определенными и специальными проблемами, где дали очень-очень много примеров, на которых они могут учить эти корреляции. но с другой стороны, потому что у них нет этого сознания, потому что у них сейчас нет этого смысла, который... common sense, то, что у всех у нас есть. Поэтому это иногда очень легко как бы обмануть машину, потому что оно не понимает другим образом, чем мы понимаем. Но я не вижу этих машин никогда, чтобы у них было какое-то общее сознание или что-то такое. Они просто не запрограммированы это делать. Вы успокоили очень многие людей сейчас. Спасибо большое. Давайте перейдем к вашим видам деятельности. Вы занимаетесь natural language processing, это первое, которое я нашел, потом искусственный интеллект и в области онкологии. Скажите, пожалуйста, до какого уровня дошла на данный момент технология в профилаксе или в выяснении шансов, что появится определенный вид рака? Сейчас это не последняя стадия или есть еще к чему стремиться? Все всегда есть вопрос. Ты всегда можешь сделать лучше, чем ты делаешь сегодня. Например, сегодня очень многие во многих областях там, где есть имиджи, как говорят имиджи? Имя. Рентген, маммограмма. Когда тебе делают имидж какого-нибудь органа, машины могут посмотреть на него и сказать, не только если у этого пациента сейчас есть рак, но сказать, насколько это возможно, что через два или три или пять лет у них появится рак. Это важно, потому что если человек знает, что у них есть высокий риск проблемы, то есть, во-первых, можно вместо того, чтобы делать обычные имидж, ты можешь взять что-то другое, есть всякие лекарства, что ты можешь взять, есть очень много разных дорог, которыми ты можешь работать, чтобы уменьшить шанс, что у тебя будет проблема. Но то, что мы знаем сегодня, что в любом случае, даже если машина на это смотрит, для того, чтобы увидеть на имидже, что у пациента есть рак, тебе нужно сотни, миллион клеток рака, чтобы уже было в теле, потому что иначе ты не видишь. Один из вопросов, который сейчас очень многие смотрят, и там, где и биология, и искусственный интеллект вместе работают, если ты сможешь сделать диагноз на крови, потому что это уже известно из биологии, исследователи показали это, что когда, например, в животного, там, в мышь, у них, их как бы заражают раком, в течение двух или трех недель уже видно по крови the T-cells, что что-то там произошло, и что вещи меняются, и не надо ждать столько времени, пока мы можем это выглядеть, увидеть это на фотографии, поэтому интересный вопрос, если ты можешь пойти и сделать это с крови, если ты можешь сразу сказать, что происходит, и снова, потому что, можно сказать, это очень рано, это дает нам возможность как бы сделать интервеншин и поменять, как это происходит у пациента, и это не только правильно для рака, это тоже правильно для других болезней, например, сейчас очень многие исследования показывают, что для болезней, которые нейродегенератив, это как Паркинсон, Ольцхаймер, что симптомы начинаются, которые ты не можешь понять, начинаются 10 лет раньше, чем человек, когда ты уже видишь, что человек больной, и вопрос, если ты можешь это узнать намного-намного раньше, как ты можешь лечить, и ты можешь это лечить намного легче, чем ждать до самого конца. Исходя третьей вашей специализации, это у вас и приготовление препаратов для того, чтобы лечить людей. Скажите, пожалуйста, за последние 10 лет не процедуры, а время для того, чтобы понять, что производить, уменьшилось? Сейчас легче принимается решение, легче понять, что нужно сделать? Это тяжело, потому что как время происходит, продолжает встречать стоимость препарата, сколько стоит компании привезти препарат, ни за сколько они продают, сколько им стоит, это постоянно продолжает расти, потому что для многих болезней, которых мы знаем, как лечить, уже есть препараты, и для того, чтобы сделать новый препарат, ты должен делать намного-намного больше и лучше. С другой стороны, многие болезни, как, например, advanced cancer, рак, который уже перешел в метастастическую стадию, или, например, паркинсон и другие проблемы, мы до сих пор не знаем, как их лечить, и поэтому то, что люди пытаются сделать, чтобы учитывать эти болезни, это гораздо тяжелее, чем прошлые, то, что пытались до этого, и поэтому я думаю, что идеализация искусственного интеллекта может поменять эту область, сделать это гораздо быстрее и гораздо дешевле. Я обязана бежать на другую встречу, если у вас есть последний вопрос, и потом я бегу, так это жизнь профессора, тогда у меня есть куча вопросов, тогда последний вопрос, пожалуйста. Передайте, пожалуйста, послание юному поколению, чтобы они начали учиться идти в науку. подбадривайте их, пожалуйста. Я скажу, что когда я приехала в Израиль, я работала на пкибуце, я собирала альмонс, лимон, орехи, я делала какие-то там электрические части, я паяла эти части. И у меня не было денег даже поехать на автобусе, я везде ходила, потому что вначале действительно было тяжело. И когда я была студенткой в университете, должна была работать все время. И когда я приехала, я была другая, чем большинство местного населения, прямо скажем. И то, что мне наука позволила сделать, мне она позволила быть где я, там я всегда себя чувствовала равным. Там, когда я делала свою науку, там были всегда люди, вне зависимости от того, откуда они приехали, как они выглядят. Это дает себе возможность что-то сделать, потому что ты вкладываешь всю всю свою энергию решить вопросы, на которых никто не знает ответа. Поэтому у тебя всегда есть мотивация что-то сделать. Это тяжело не только тебе, это тяжело всем, кто работает в этой области. Поэтому я никогда не разницу для других людей. И это то, что дает мне мотивацию, когда я каждый день встаю и думаю над этими проблемами. Иногда у меня есть хорошие идеи, иногда у меня нет никаких идей, но моя надежда, что если я положу достаточно работы и об этом буду думать, то это в конце сделает какую-то разницу. И кроме этого, мне всегда интересно думать о новых огромное удовольствие с вами беседовать. большое. Спасибо. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok